Здравствуйте, мои дорогие! Это Сергей Немчинский, основатель и CEO учебного центра программирования FoxMinded. В этом выпуске новостей состоялся релиз Perl 5.36.0. Во Львовской области построят IT-город. А китайские военные тем временем разрабатывают планы по уничтожению Starlink. А теперь обо всем подробнее. Поехали! Киевский стартап Salo привлек 2 миллиона долларов на новую соцсеть Yoop. Наверное, она так читается. Стартап осенью 2020 года основали белорусы Бахрама Исмаилов и Павел Рудковский, переехавшие в Украину после подавления протестов против Лукашенко. Соцсеть Yoop полностью заточена под видеоконтент. Пользователи могут публиковать свои ролики, а также оставлять видеокомментарии под чужими постами. Есть возможность проводить обсуждения в отдельных комнатах, как в Clubhouse. О, Господи, кто-то еще помнит его название. Тестовая версия продукта за 4 месяца набрала более 100 тысяч пользователей. К концу года их количество планируют увеличить несколько раз. Целевая аудитория – молодежь в возрасте от 15 до 25 лет из США и Южной Америки. Релиз Yoop должен состояться уже в июне. Среди инвесторов, которые вложили в стартап суммарно 2 миллиона долларов, есть как известный игрок Horizon Capital, так и новый венчурный фонд «Весна Capital», запущенный с владельцами новой почты. Слушайте, я не знаю. Сало, Йоуп, новая почта, как венчурный капиталист. Звучит немножко, с одной стороны, здорово, с другой стороны, как-то по-местечковому. Но, с другой стороны, ну ладно, пусть ребята пожелаем удачи, пусть фигачат. Новая соцсеть, господи, куда катится мир. Во Львовской области построят IT-город. Об этом сообщил президент Фонда реконструкции и развития Украины Артем Гончаренко. По его словам, под проекту нашли 8 гектаров земли. Сейчас улаживаются юридические формальности. Знаю, как это делается в Украине, представляю. Первые кампусы построят летом этого года. После завершения строительства городок будет вмещать около тысячи человек. Ну, не сильно-то жирно. Планируются не только каворкинги, конференц-залы и прочие рабочие пространства, но и хостел для временного проживания, а также реабилитационный центр для пострадавших от войны на 500-600 мест. Странное немножко сочетание, ну ладно. Гончаренко добавил, что также есть идея ввести отдельную систему налогообложения для будущих резидентов города. В смысле? Как новый... Давайте сделаем свой отдельный Диэсити только во Львове и с другими программистками. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я ничего против развития локальной инфраструктуры IT не вижу, но то, как это организовывается, это напоминает, к сожалению, косплей какого-нибудь, не к ночи будь помянута, российского Сколково или белорусского этого самого, господи, парка высоких технологий, или как он там у них назывался. Ну, почему так все кранжово-то? Ну, ладно. Хотите стать Python-разработчиком, но не знаете, с чего начать и что учить? Приходите к нам в FoxMinded. После прохождения курса Python Start вы овладеете основами языка Python, которые позволят вам развиваться дальше самостоятельно или на наших курсах Python Mentoring. Сейчас курс — это серия видеорелекций, к которым прилагаются домашние задания для закрепления материала. Курс Python Mentoring в FoxMinded состоит из практических заданий. В процессе обучения вы научитесь писать приложения с использованием Flask и Django. Получите навыки проектирования структуры базы данных, создадите собственную структуру с несколькими сервисами и воспользуетесь фронт-энд инструментами. Также научитесь писать юнит-тесты, напишите собственные Python-пакеты. А в созданные вами веб-приложения сможете добавить в свое портфолио. Начинайте уже сейчас и через несколько месяцев пополните ваше портфолио качественными веб-приложениями. Регистрируйтесь на курсы по ссылке под видео. Google выбрал 17 украинских IT-стартапов, которые получат гранты до 100 тысяч долларов. В марте Google учредил фонд с капиталом в 5 миллионов долларов для поддержки украинских стартапов. Не сильно-то они, честно говоря, развеселились. Поучаствовать могут компании, которые основаны до 24 февраля 2022 года и чей продукт прошел MVP-тестирование. Подать заявку можно до конца года. Google уже выбрал 17 первых стартапов, которые получат гранты около 100 тысяч долларов. Среди них лоукод-платформа для бизнеса Almexsoft, голосовой генератор Elio.io, а также мобильное приложение для ухода за домашними животными ZoomZai, господи, как это считается, которые помогают наладить рацион, составить программу дрессировки, следить за графиком прививок и так далее. Ми-ми-ми. Скоро, собственно говоря, можно будет за котиком следить исключительно через программу. А лучше вообще тогда котика не иметь, а завести себе домогочи. Ну, в компьютере, да? Ну, ладно. Короче, о серьезном. 100 тысяч долларов – это, конечно, даже не ангельское инвестирование. Это вообще, ну, какое-то... Ну, это довольно маленькая сумма, честно говоря, вообще не понимаешь, что на нее можно разработать. Но, судя по тому, что большое количество стартаперов подалось, на эту программу, видимо, людям надо. Надо – пусть работают. Ну, и, как говорится, Google вряд ли будет отжимать у вас ваш бизнес. Поэтому, в общем-то, наверное, деньги Google – это довольно приличные деньги. NX открывает офис разработки в Ивана Франковске. Напомню, компания NX была основана во Львое в 2002 году. Количество сотрудников в Украине и других странах сейчас составляет около 1800 человек. С начала войны NX собрала в помощь ВСУ более 24 миллионов долларов. И, наверное, я правильно произношу их название. Новый офис компании, рассчитанный на 40 человек, будет расположен недалеко от центра Ивана Франковска. Дороговор об аренде помещения уже подписан. Офис открывается через несколько месяцев. Ну что, поздравляю коллег и советую им подумать над названием. Ну, я его с трудом читаю. И самое главное, оно очень похоже звучит на другую компанию, которая не очень хорошо известна. В смысле, хорошо известна, но с плохой стороны в программистских кругах. Поэтому, ну, такое. Мозилла представила Firefox 101.0. Господи, мы дожили до момента, когда номер софта, в смысле версия софта, превышает сотню. В новой версии добавилась поддержка протокола WebDriver by Dice, с помощью которого можно использовать внешние инструменты для удаленного управления браузером. В классе HTML InputElement реализован метод ShowPicker, позволяющий отобразить готовые диалоги для заполнения значений в полях с типами Date, Month, Week, Time, DateTime, Local, Color и File. Ну, хорошие наборчики, я бы сказал. Еще одна новинка API для динамического создания таблиц стилей из JavaScript-приложений. Ну что, Firefox, несмотря на то, что остался чуть не единственным живым браузером, кроме Хрома на планете Земля, продолжает изображать, что мы все равно будем живее всех живых. Я, кстати, сто лет им не пользовался. Напишите, пожалуйста, вы живете еще с Firefox на компьютере? Ну, в принципе, если вы фронтендер, думаю, он у вас точно живет. А если вы не фронтендер, пользуетесь ли вы Firefox? В принципе, по функционалу он достаточно хорош и вроде как вообще хорош, но что-то все пользуются хромимом, даже я. Но хотя я все равно буду леворезьбовый, поэтому пользуюсь оперой, потому что, чтобы не быть как все. Вы знаете. Китайские военные строят планы по уничтожению Starlink в случае, как они говорят, угрозы национальной безопасности. Сеть Starlink сейчас состоит из около 2400 спутников на низкой орбите. В ближайшее десятилетие, согласно планам Маска, их количество должно увеличиться как минимум до 30 тысяч. Недавно группа китайских исследователей из оборудованной промышленности призвали разработать технологии, которые в случае необходимости смогут вывести из строя отдельные спутники или всю систему сразу. Дело в том, что ранее Маск подписал контракт с Министерством обороны США, который предлагает использование Starlink в военных целях. В частности, для отслеживания гиперзвуковых ракет, которые активно тестирует Китай. Как я рассказывал в прошлых выпусках, в Украине интернет Starlink использует врачи, военные, сотрудники железной дороги и другой критической инфраструктуры. Недавно в Киеве зарегистрировали официальное представительство Starlink. Но, как вы видите, в принципе, война в Украине доказала, что наличие интернета, бесперебойного доступа к интернету, является настолько мощным преимуществом во время ведения военных действий, что американцы такие «Ага! А у нас уже есть Маск, который хорошо помогал украинской армии». Ну, в общем, тут его и запрягли. Китай, конечно, выглядит немножко смешно в этой своей попытке противостоять будущему с помощью «А давайте мы построим какие-то мощные пушки, ты решишь, 30 тысяч спутников?» Но, с другой стороны, что от них ожидать? Господи, по поводу Китая еще хотел сказать, что в любом случае, как бы вы не заботились об экономике, но отсутствие политических свобод рано или поздно приведет вашу страну в жопу. Ну, и Китай, я чувствую, к этому приближается. Мда. Состоялся релиз Perl 5.36.0. Вы-то, наверное, как и я, думали, что он уже умер. Ага. Нет. Выпуск готовили около года. Участие приняло более 80 разработчиков. Я что-то хотел прочитать 80 тысяч, но нет. Они переписали почти 250 тысяч строк кода. 250 тысяч строк? Как это мило. Главное изменение. Стабилизирована поддержка сигнатур функций, позволяющих явно определить перечень переменных, а также автоматизировать операции проверки и присвоения значений. В экспериментальном режиме добавлена поддержка блоков отложенного выполнения, определяемых с помощью нового ключевого слова defer. В вычислениях с плавающей запятой обеспечена мгновенная обработка исключений. Ми-ми-ми. Ну и я хотел сказать, что, конечно, все это очень мило. Я когда-то очень долго работал на Perl. Целых, наверное, три года. Как Perl-разработчик. И первая версия LigaNet была на Perl. Но об этом стыдно говорить. Ну, в общем, я хотел вам об этом рассказать. Чтобы вы вместе со мной поностальгировали о том, что Perl все еще жив. 250 тысяч строк кода. Как это мило. Вспоминается 2000-е и даже раньше. Годы, когда 250 тысяч строк кода это было много. О, Господи. Ладно. Дорогие мои, подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграме. Целые карусели полезной информации, айти-новости в печатном виде, анонсы всех самых интересных и горячих событий и скидок. А также возможность видеть меня чаще. Мотивационные короткие ролики для вас. Люблю вас. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»